Я уже делал топ про заброшенные города Украины. Города, которые были построены в советское время, а теперь стоят пустые или практически пустые. Но ведь в СССР входило еще 14 республик, и в каждой также можно без проблем найти подобное наследие советского времени. Старое, разрушенное, покинутое и никому не нужное. И в этом топе я хочу рассказать про заброшенные города Казахстана. Перед тем, как начнем, сразу же влюблю дисклеймер, что не все города абсолютно пустые. Просто там катастрофическая убыль населения. Это канал Мегашо ТВ, меня зовут Семен, теперь начинаем. Наверное, история этого города, если не самая грустная, то как минимум самая сентиментальная в нашем ролике. Чаган является собой пример типичного для советского времени военного городка, в котором жили военные, их семьи и технический персонал. А рядом находилась военная база, вокруг существования которой и вращалось существование самого Чагана. В случае с Чаганом этой базой был военный аэродром, на котором базировалось всегда не меньше сотни стратегических бомбардировщиков Ту-95, готовых по первому приказу полететь с бомбами на врага. Из-за большого значения, которое отыгрывала военная база, Чаган входил в список так званых закрытых городов, которые невозможно было найти на любой карте, и в которые можно было попасть только по пропускам. Но, как легко догадаться, с распадом СССР прекратил свое существование и военная база, и сам Чаган. Так что тут сентиментального, наверняка спросите вы. Вроде бы самая обычная история, если историю заброшенных городов можно назвать обычной. Просто в отличие от большинства подобных городов на всем постсоветском пространстве, бывшие жители Чагана не забыли то место, в котором провели годы своей жизни. Многие из тех, кто раньше жил в Чагане, регулярно приезжают обратно, чтобы походить по знакомым улочкам и придаться ностальгии. Грусть за былым временем такая, что бывшие жители города даже создали фонд, суть которого поддержать друг друга и не забывать историю города, который для многих по ходу стал родным. Если это не пробило вас на эмоции, то уж не знаю, что еще сказать. Жем или Эмба-5 Так, прошу поприветствовать еще один город, который появился на свет благодаря военным потребностям Советского Союза. Скажу по секрету, это не последний подобный город в списке. Вообще не последний. Но вернемся к Жему. Город был основан в 1960 году на месте палаточного лагеря, который был развернут вокруг военного полигона. А недалеко от полигона располагалась железнодорожная станция Эмба. Поэтому первоначально город звался Эмба-5. Построили его, естественно, для сотрудников полигона. На самом полигоне проводились исследования новой военной техники и учебные стрельбы с войсками ПВО. Постепенно Эмба разрасталась и стал относительно большим и зажиточным городом, в котором было все, нужное для жизни. Отели, магазины, пекарни, школы, детсады, поликлиника. Эмба даже удачно пережила распад Союза и не пришла в запустение сразу же после распада, как многие другие города из моего ролика. Но от грустной судьбы это ее не уберегло. В 1999 году испытательный полигон переместили в Капу-Синьяр, а сам город стал по сути ненужным. Местные жители массово его стали покидать и именно в то время практически пустой город переименовали в Жем. Сейчас в городе все еще живет более тысячи человек. Но это не то, что было раньше. Каражал. Есть такое понятие, как депрессивный город. Это город, в котором инфраструктура постепенно приходит в упадок. Жители уезжают, и такой город в скором времени рискует стать заброшенным. Каражал принадлежит как раз к такому типу населенных пунктов. Но обо всем постепенно и по порядку. Летом 1911 года на месте расположения Каражала были обнаружены железные руды. Спустя 20 лет уже при советской власти была проведена первая разработка залежей руды. Тогда же начал образовываться и поселок, названный позже Каражалом. В 1963 году поселок официально стал городом. Работа в Каражале была. Туда постепенно стягивались люди. Но распад СССР перевел к тому, что горнодобывающий завод начал нищать. С ним начал нищать и город. Люди постепенно покидали уже неблагополучных гаражал, ища лучшее место для жизни. В итоге на момент распада в Каражале жило почти 17 тысяч человек. Сейчас их количество едва достигает 8. Город продолжает приходить в упадок, а население постепенно и неуклонно снижается. Приозерск Как и Чаган и Джем, Приозерск имеет военное прошлое. Он был построен в 1956 году на западном берегу озера Балхаш. Приозерск тоже входит в длинный список секретных закрытых городов СССР. Так, возле города был завод, на котором разрабатывали ракеты-перехватчики. В самом городе жили военные, рабочие и техперсонал. Приозерск даже по современным меркам является достаточно крупным городом. В пикое время в нем жило чуть более чем 100 тысяч человек. Но очень солид для города, которого не было на карте Союза и в который можно было попасть только по пропуску. Город обладал развитой инфраструктурой, которая быстро пришла в запустение после того, как распался Советский Союз. Практически все население в очень короткий срок покинуло обжитые и пригодные комфортной жизни квартиры, чтобы построить новую жизнь. На данный момент Приозерск открыт для всех желающих, а те редкие местные жители, которые остались в городе, зарабатывают на жизнь тем, что иногда проводят экскурсии для приезжих. Аркалык. Ровесник Приозерска Аркалык тоже построили в 1956 году. Город не является очередным режимным объектом, на территории которого происходят всякие тайные дела. Аркалык был крупным образовательным, промышленным и культурным центром Тургайской области. В лучшие годы в нем проживало 62 тысячи человек, что для слабо заселенного Казахстана является на тот момент очень неплохой цифрой. В Аркалыке была развитая инфраструктура и не одна достопримечательность. Многие из окрестностей ехали в Аркалык на учебу. Но когда Союз распался, в Казахстане наступил провал экономики, который по полной накрыл и Аркалык. Закрылись многие местные предприятия, резко выросла безработица, многие семьи стали буквально спасаться из умирающего вагони города. Постепенно город начал пустеть. Местные власти, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, объявили о переселении жителей с опустевших районов города в центр, а пустые жилые кварталы законсервировали до лучших времен. Сейчас в Аркалыке живет около 40 тысяч жителей. Несколько микрорайонов в нем абсолютно не заселены, а местные жители потихоньку переезжают в другие, более развитые города. Хотя Аркалык не является заброшенным городом в классическом понимании, однако он по праву носит звание одного из самых депрессивных городов Казахстана. Поселок РТИ Сарань. Хоть РТИ и официально называют поселком, но в лучшие времена в нем жило более 25 тысяч человек. Так что я решил, как и некоторые другие жилые пункты, занести его в этот список. Жизнь РТИ дал, а потом и по сути забрал, крупный завод резинотехнических изделий. Основанный РТИ в 70-х годах прошлого века и строился для сотрудников завода. Со временем производственные мощности завода все разрастались. Разрастался и сам поселок, превращаясь в небольшой городок. Развитая инфраструктура, как и во всех подобных городах, позволяла вести достаточно комфортную жизнь. Но вот Советский Союз распался, завод резинотехнических изделий стал никому не нужен. Быстро пришел в упадок, как пришел в упадок и РТИ. Большинство жителей из него уехало, и сейчас там проживает крохи того населения, которое раньше с уверенностью в будущее ходило по улицам городка. Улькен Город Улькен является интересным сам по себе, как некий амбициозный проект, который Советский Союз так и не успел воплотить в жизнь. Думаю, вы понимаете, что за событие не позволило построить Улькен. Теперь поподробнее о городе. Улькен находится в Алма-Атинской области и должен был стать городом-спутником для крупной атомной электростанции, которую планировали построить в регионе. В свое время в Улькене бурлила жизнь. В город съезжали специалисты со всего Союза, собираясь иногда в буквальном смысле построить здесь свою будущую обеспеченную жизнь. Но СССР развалился, развалились и смелые планы по запуску в Казахстане новой АЭС. Но все же, как и в случае с другими городами-призраками, кто-то так и остался, несмотря на то, что в Улькене нет банального центрального отопления. Эти смельчаки в количестве полутора тысяч человек, я не знаю уж как их по-другому назвать, помогите мне подобрать подходящее слово в комментариях, живут на нижних этажах тех многоэтажек, которые были более-менее отстроены и выживают за счет того, что ловят, а потом едят или продают рыбу. Не уезжают они из города потому, что верят, что в будущем его отстроят и восстановят. Оптимисты, блин. Асубулак Как Припять и Чернобыль в Украине, так и Асубулак в Казахстане является, нет, не зоной отчуждения, а любимым местом для многих сталкеров, которые приезжают в город, чтобы побродить и полазить по старым и заброшенным магазинам, домам, автобусным остановкам и заправочным станциям. Но какая история стоит за подобным запустением? В 1950 году команда геологов обнаружила в казахстанской степи богатые залежи редких и ценных металлов. Сообщив о находке в Москву, они стали первыми, кто поселился в новом городе. Власти быстро организовали компанию, которая занималась строительством промышленных и жилых зданий. И хоть только пять лет назад закончилась самая кровопролитная война в истории человечества, а СССР только вроде как очухался от разрушений, новый город был возведен буквально за несколько лет. Причем самые важные постройки Ассубулака были возведены буквально за несколько месяцев. Но с течением времени Ассубулак прекратил свое существование. И, как ни странно, виной этому стал отнюдь не распад Советского Союза. Уже в 70-х залежи металлов были исчерпаны, а никаких других полезных ископаемых в регионе толком-то и не было. Поэтому завод быстро обанкротился, город затих, и вскоре из него начали массово выезжать местные жители в поисках лучшей жизни. Аксуек В 50-х годах в Казахстане, в Жамбылской области, были обнаружены крупные запасы урановой руды, в которой так нуждался Советский Союз. Поистине, с коммунистической оперативностью рудник стали разрабатывать, а возле него строить город, в котором бы жили рабочие завода по добыче урана. Так, в 1956 году и появился городок Аксуек. Он отличался развитой инфраструктурой и высокой заработной платой, поэтому сюда охотно ехали люди со всех уголков Союза. Но когда этот самый Союз распался, рудник стал никому не нужен. Соответственно, никому не нужным стал завод по добыче урановой руды, а также город, в котором жили сотрудники завода. Аксуек быстро опустел. Сейчас в нем живут только пенсионеры и люди, которым некуда уехать. Алга Хочу добавить немного позитивных ноток, так сказать, и рассказать про город, который смог. В отличие от других городов, Алга сумел выбраться из пучины забвений и вроде как начинает очухиваться и приходить в порядок. В 1930 году, когда в Советском Союзе вовсю гремела первая пятилетка и страну охватила индустриализация, в Казахстане был построен один из первых, если не первый в стране, химический завод. На его возведение были брошены лучшие специалисты. Возле завода возвели город Алга. Вскоре он начал набирать популярность в регионе, и население все росло и росло. Однако к моменту распада СССР завод начал постепенно приходить в упадок, а ликвидация СССР окончательно подорвала силы и предприятию, и городу. Тысячи людей потеряли работу, завод растащили на металл, началось повальное бегство в другие города. Но, несмотря на все это, Алга выжил с помощью госпрограмм, там развивается малый бизнес, появляются новые рабочие места, а город постепенно снова оживает. Что ж, остается только пожелать ему и его жителям удачи. Что ж, такой вот получился топ немного грустный, а может кому и много грустный. Поэтому я постарался закончить его на позитивной ноте. Ну что, пишите в комментариях, какие чувства вызвал у вас этот топ. А также не забывайте поставить лайк, если видео понравилось. А пока вот тут вот заброшенные города Украины. И увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока, товарищи!